Этой весной родители детей от 8 до 16 лет включительно будут получать выплаты от государства. Единственное условие – низкий доход семей. Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Сумма получается около 5,5 тысяч рублей. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то пособия могут назначать и в размере 75 и 100%. Рассчитывать сумму будут, отталкиваясь от уровня доходов семьи. Инициировал новую программу президент Российской Федерации. Как утверждают в соцзащите, оформлять заявки можно, начиная с 1 мая. Кто будет осуществлять данную выплату, мы будем информировать дополнительно всех граждан. Но мы хотим сказать, что с 1 мая будет доступ на госуслугах уже для подачи заявления. Те граждане, которые подадут заявление с 1 мая на госуслугах, смогут и пройдут по данной выплате, они смогут получить выплату уже за апрель и май включительно. Елена Брускова – одна растит дочек-тройняшек. Супруг Елены ушел из семьи, когда девочкам было 2 года. Сейчас им 9 лет. Они учатся в лицее, увлекаются рисованием и строят дома из конструктора. А Елена посвятила свою жизнь детям. Сейчас она не работает. Как одинокая мама, она получает пособие от государства. Одно дело, то есть получать пенсию на одного ребенка и жить всей семьей на эту пенсию. И пособие по уходу за это. То есть это в размере 22-23 тысяч. И другое дело – это получать по 5 тысяч на ребенка. То есть это еще плюс 15 тысяч. Благодаря этой выплате мы выходим из категории малообеспеченной. Елена признается, если бы не было пособий для одиноких родителей, и ей, девочкам, пришлось бы выживать на 20 тысяч рублей в месяц. Пособие, как и все регулярные выплаты, будет зачисляться на банковские счета, привязанные к картам МИР. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.